Здравствуйте! Сегодня проведу полный обзор по аппарату M-FACE. Это новинка на рынке эстетики, новинка 2023 года. И рассказывать о таких вещах всегда очень радостно. Аппарат M-FACE, он сочетает в себе две энергии, воздействует через аппликаторы, которые наклеиваются на область лица. Мы воздействуем на область лба и на среднюю треть, то есть аппликаторы наклеиваются на щеки. На эти аппликаторы подается два вида энергии. Эта технология Hi-FACE, воздействующая на мышцы. И она воздействует именно на мышцы-леваторы, которые нам позволят обеспечить тонус и дают лифтинг-эффект. А другая энергия – это ток высокой частоты, базовая технология в эстетической медицине, то есть РФ-воздействие, радиочастотное воздействие, токи высокой частоты. Это все синонимы одного и того же, один из золотых стандартов косметологии. И в данном случае ток высокой частоты воздействует именно на дермальный слой. Мы запускаем синтез нового коллагена. Эти две энергии работают одномоментно на область лица. И долгое время компания БТЛ в эстетической медицине, она работала преимущественно с телом. То есть у нас были аппараты, так были и есть. Это аппарат M-Sculpt, M-Sculpt Neo, работающий с мышцами по телу. Есть токи высокой частоты, аппарат Exilis, работающий с кожей на повышение тонуса кожи по телу, уменьшение лаконежевых отложений в области тела. И есть аппараты вспомогательные, как я их называю, опять же, по коррекции фигуры. Это ударная волна, также повышает тонус кожи, также уменьшает лаконежевые отложения, но работает хорошо в комплексе. Есть методика лимфодренажная, пресс-терапия, аппарат называется Lymphostim. То есть разные инструменты под разные задачи, которые работали преимущественно по телу. И вот компания БТЛ делает серьезный шаг вперед. Есть востребованная методика, игольчатая РФ, также у нас появился аппарат, и по нему будет отдельный обзор. Аппарат называется Exion. А другой аппарат M-Fest, про который я сегодня рассказываю. И мы работаем с областью лица, потому что, конечно, если взять в целом запросы от пациентов в эстетической медицине, они все-таки хотят получить лифтинг-эффект. Они хотят получить омоложение. Омоложение – собирательное понятие. И здесь мы включаем работу с морщинами, с проявлениями гравитационного птоза. Это брыли, это носогубные складки, это второй подбородок, нечеткие краи нижней челюсти, оплывший овал лица. То есть много-много показаний, и мы его собираем в такое комплексное понятие, как омоложение. То есть в данном случае M-Fest нам позволяет поработать именно в этом направлении. В чем интересная особенность? Во-первых, такой технологии, такого сочетания двух методик в одном аппарате на рынке еще не было. Это всегда там такое ноу-хау. Работать с такими технологиями особенно приятно. И особенно, когда они делают очень крутой результат. То есть эти две энергии работают с лицом, работают неинвазивно, не травмируются кожные покровы, никак не повреждаются. Пациент встает с кушетки после процедуры, у него нет никаких признаков воздействия агрессивных. Есть покраснение в области воздействия, то есть в области наложения аппликаторов. Аппликаторы я вам покажу. И эта гиперемия, она проходит буквально за 15-20-30 минут, реже сохраняется чуть больше, до 2 часов. Есть небольшая легкая отечность, но опять же эти явления, они настолько минимальны и опять же присутствуют далеко не у всех. То есть пациент приподнимается с кушетки, он уже видит эффект лифтинга после даже одной сессии. Но конечно для хорошего результата по омоложению необходимо сделать курс. Потому что мы четко понимаем, что RF технология запускает синтез нового коллагена. Работает в двух направлениях. С одной стороны мы действуем на молекулу коллагена, она имеет сприлевидную трехцепочную структуру. И под действием температуры, которая оказывается за счет RF воздействия, молекула коллагена сжимается, уплотняется. Мы наблюдаем лифтинг эффект. Эту процедуру можно позиционировать как эффект красной ковровой дорожки. Или когда мы хотим получить быстрый результат, попасть на какое-то светское мероприятие или выглядеть хорошо для определенных целей. Да, тогда мы сделали одну процедуру, получили классный эффект. Но конечно от одной процедуры он не может быть очень длительным. И это все-таки курсовая процедура. Стандартные рекомендации мы делаем процедуру раз в неделю. На курс необходимо минимально 4. Но конечно очень многое зависит от исходного состояния. Потому что в 35 лет, в 55 лет и при разном соматическом статусе нужно провести разное количество процедур для очень выраженного эффекта. В любом случае 4 процедуры вам уже дадут результат. 4 раз в неделю эффект получаем после курса. Максимально он будет через 1-3 месяца. Потому что коллагену, нашему каркасному белку, ему нужно время, чтобы синтезироваться. И сделаться, скажем так, функциональным, обеспечить свою функцию, то есть каркасность и плотность нашей кожи. И на это опять же нужно определенное время. Поэтому пациентам я рассказываю, что мы делаем фото до начала терапии, после курса. И делаем контрольные фото через 1-3 месяца, оцениваем полноценно результат. Но мы работаем не только синтезом коллагена, как я уже обозначил, технологией Hi-Fest. Это высокоинтенсивное воздействие электрическим полем на мышцы-элеваторы. То есть здесь чего мы ожидаем, чего мы добиваемся. Работая с мышцами-элеваторами, мы повышаем мышечный тонус. И нам нужно увеличить плотность мышечного волокна. С какими мышцами мы работаем? Аппликатор наклеивается на область лба. То есть мы работаем с мускулюс фронталис. Если быть точнее, это лобная брюшка, затылочные лобные мышцы. Мы работаем со средней трети лица. Аппликаторы наклеиваются на зону щек. Но таким образом, есть определенные рекомендации, как их правильно наклеивать. Мы воздействуем на мышцы-элеваторы. Это большая скуловая мышца, мускулюс гоматику с майор. На малую скуловую мускулюс гоматику с минору. И на мышцу смеха, мускулюс резориус. То есть воздействуя на эти мышцы и повышая их тонус, увеличивая плотность мышечного волокна, мы обеспечиваем лифтинг эффект. И здесь очень интересный момент. Во-первых, аппликаторы имеют определенную конструкцию. Я вам тоже более детально расскажу. Когда мы наклеили аппликатор на щеки, воздействуем на эту мышцу, идет процесс супрамаксимальных сокращений именно в области воздействия. То есть именно тех мышц, которых я перечислил, именно элеваторов. И в данном случае мы повышаем плотность мышечного волокна. Есть технологии Hi-Fem, реализованные в аппарате M-Sculpt Original и в аппарате M-Sculpt Neo. В тех аппаратах технологии Hi-Fem она дает супрамаксимальное сокращение, но это магнитное поле. И оно не просто увеличивает плотность мышечного волокна, оно увеличивает объем. Поэтому можем приподнять ягодицы, сделать их более объемными, сделать более плоским живот и более рельефными кубики, чтобы они проявили себя. Но работая с лицом, нам такой эффект не нужен. Нам не нужно перекачивать даже те же самые мышцы элеватора. Нам не нужно большое объемное мышечное волокно. Нам нужен тонус, нам нужна плотность, но без лишних объемов. И параметры в технологии Hi-Fem в аппарате M-Fem, они подобраны именно таким образом, чтобы миоядра в миофибрилах делились, чтобы мышечное волокно становилось более плотным, но без увеличения объема. Это мы можем адекватно обеспечить. И вот когда мы получили увеличение плотности мышечного волокна, когда мышцы находятся в тонусе, есть анатомическое такое образование, такое понятие, как модиолус. Он находится в уголке рта. Это переплетение мышечных волокон. То есть здесь вплетаются именно вот эти вот скуловая большая и малая, резолиус мышцы смеха, но в это же место вплетаются еще и депрессоры. Депрессор ангулиорис, то есть мышца, опускающая уголок рта. В модиолус также вплетается платизма, потому что порой она располагается очень высоко и заканчивается в ряде случаев даже близко к круговой мышце глаза. А эти мышцы, депрессор ангулиорис и платизма, они являются депрессорами. И при их чрезмерной активации мы наблюдаем опущение уголка рта. И когда платизма активна, мы наблюдаем тяжи. И плюс гравитационный простоз, он проявляет себя еще более выраженно. Так вот, во-первых, нам не нужно воздействовать на эти мышцы. И мы аппликатор клеим таким образом, чтобы не активировать эти мышцы. А с другой стороны, когда мы работаем со скуловой мышцей через модиолус, повысили тонус скуловой мышцы и через модиолус мы подтягиваем депрессоры. Поэтому видим эффекты не только в средней трети, но еще и в нижней трети. И это казалось очень необычным и очень интересно. Поэтому на практике уже пробовали, уже видим такие эффекты. Потому что, конечно, сначала изучаем теоретическую базу, которую нам дает производитель. Смотрим результаты, которые нам предоставляет компания. Но есть уже наработки свои, поэтому четко могу сказать, что средняя и нижняя треть тоже подтягиваются. И мы видим уменьшение даже субментальной зоны, хотя аппликаторы в этом месте не расположены. Вот это очень интересный эффект. Следующее, что я отмечу, по работе именно с лобной мышцей, с мускулес фронталис, мы работаем технологией хайфэс и рф-воздействием в латеральных отделах. То есть в этой части подается две энергии, в центральной части аппликатора подается только рф-воздействие. И это тоже все очень обоснованно. Потому что если бы, допустим, в центральной части мы подавали еще хайфэс и работали с мышцей очень активно, то имея высокое расположение процеруса, это мышца гордецов, которая у нас располагается в области глобелы в межбровье, она у нас является депрессором. То есть когда мы хмуримся, вот он процерус активируется. И он порой имеет высокое расположение и вплетается в лобную мышцу. Поэтому нет смысла в этом месте воздействовать интенсивно именно на мышцу, чтобы ни в коем случае не активировать депрессоры. И аппликатор таким образом и конструктивно создан, что в центральной части подается только ток высокой частоты, для того, чтобы поработать именно с морщинами, именно с заломами. То есть улучшить текстуру за счет синтеза нового коллагена. А вот в латеральных отделах с обеих сторон подается две энергии. И это нам обеспечивает, опять же, как и в средней трети, повышение тонуса мышцы, увеличение плотности мышечного волокна, и мы получаем элевацию кончика брови. И, коллеги, я хочу отметить, что это на самом деле потрясающие эффекты, потому что если пациент не готов к блефоропластике, а на это у него имеются показания. Да, есть определенный ряд методик. Как, допустим, в аксион, фракционный гольщ ТРФ, мы тоже можем поработать с верхним веком, чтобы уплотнить кожу, оказать определенный лифтинг-эффект. Но в данном случае технологии Hi-Face и RF в M-Face, они позволяют, получается, проработать все слои кожи. То есть мы работаем с мышцей, мы работаем с фасциями, расположенным более поверхностно. То есть дальше у нас идет слой смаз и дермальный слой. И вот за 20 минут, а именно столько длится процедура, мы прорабатываем все слои кожи. Это очень, на самом деле, экономит время пациента, в первую очередь, и две энергии, они в синергизме оказывают хорошие, ну прям хорошие, чем выраженные, результаты. В алтеральных отделах, когда мы работаем двумя энергиями, обеспечиваем элевацию кончика брови. Бровь приподнимается, за собой поднимает века верхняя, и поэтому нависающий склад, когда она становится меньше. И вот если пациент не готов к блефоропластике по определенным причинам, а уже имеет показания, конечно, есть смысл проводить методику на аппарате M-Phase, чтобы получить хорошие результаты еще по этому показанию. Вообще хочу отметить, что M-Phase это такая, ну будет как прям базовая методика, как физиотерапия для кожи, потому что это физиологично. Отмечу, какими температурами мы воздействуем в каких слоях. Все данные имеются, опять же, слайды будут вам показаны. Применимы определенный температурный диапазон в каждом слое. Давайте пойдем сверху вниз. Дермальный слой. Чтобы запустить синтез коллагена, нам необходимо воздействовать температурой 41-42, если мы говорим про неинвазивный РФ. Если взять инвазивные, там либо абляционные методики, то температура будет выше. Применимы к M-Phase в дермальном слое диапазон температур от 40 до 42. Это запускает адекватный синтез коллагена, и мы получаем хороший лифтинг-эффект за счет уплотнения кожи. Дальше температура двигается вглубь. Да, отмечу еще один интересный момент. M-Phase это монополяр. То есть у нас есть пассивный электрод, который мы наклеиваем на тело пациента. Заземляем с помощью определенного проводка. Это обеспечивает нам проникновение энергии на определенную глубину, которая нам необходима. Так вот, в дермальном слое 40-42. Дальше в подкожжевой клетчатке температура 40-41. И нам не нужно воздействовать чрезмерно температурой в этой зоне. Потому что уже очень много исследований, которые показывают, что подкожжевая клетчатка необходима в процессе нашего взросления, и при чрезмерном ее устранении с помощью инъекционных препаратов, либо каких-то агрессивных методик, когда уходит подкожный жир, лицо в последующем становится более скелетизированным. И это не придает эстетике лицу. Не нужно убирать его. Поэтому температура в подкожевой клетчатке будет в диапазоне 40-41. Это не убирает подкожную клетчатку. Мы не запускаем процесс апоптоза. Апоптоз начинается... Апоптоз это запрограммированный физиологичный гибель клеток. Применимо это понятие не только к адипоцитам, а в целом к клеткам. Но сейчас говоря о жировой ткани, будем говорить про адипоциты. Так вот, апоптоз он начинается от 45 градусов. Когда адипоциты постепенно уменьшаются в размерах, сморщиваются и выводятся из нашего организма, что является таким довольно-таки физиологичным процессом. Применимо к телу на лице, нам этого делать нет необходимости. Поэтому температура 40-41, а апоптоз не вызывается. На жировую ткань никак мы не воздействуем. Тепло движется дальше в ткани, и мы достигаем мышечного слоя. С мышцами тоже необходимо поработать. Температура в мышцах будет от 39 до 39,5 в среднем. И тоже необходимо мышцу прогревать. Потому что, когда мышца разогретая, это вот здесь я тоже приведу аналогию с аппаратом M-Sculpt Neo, это вот четко было понятно, что также две энергии RF и High-FM в M-Sculpt Neo, они работают синергично, и когда мышца разогрета, она лучше отвлекается на магнитную стимуляцию. В нашем случае в аппарате M-FACE это не магнитная стимуляция, а токи определенной частоты. Но, тем не менее, схожесть воздействия двух факторов, она очень идентичная. То есть, когда мышца разогрета, вот до той температуры, которую я обозначил, она лучше отвлекается на стимуляцию токами определенной частоты. И повышается плотность еще значительнее. То есть, эти две энергии, они не просто оказывают, как будто в монотерапии свои эффекты, они существенно в синергизме повышают результативность. И это очень, конечно, необходимо сделать. Аппарат M-FACE и его комплектующие. Визуально корпус аппарата. Есть вот такой вот вводящий блок, к которому подключены провода для фиксаторов аппликатора. Кнопка дискомфорта. Вот она выглядит следующим образом. И на передней панели мы видим две кнопки. Красная кнопка – это кнопка экстренного выключения. Кнопка подсвечивается оранжевым цветом. Это кнопка включения и выключения. Я на нее нажимаю. Запускается программное обеспечение. Сейчас мы увидим надпись на дисплее. Хочу отметить, что в аппарате в самом конструктивном нет необходимости заменять какие-то охлаждающие жидкости, какие-то предохранители. То есть, в данном случае, конечно, аппарат очень надежный. Они не требуют чрезмерного за собой ухода. Но, конечно, мы понимаем, что адекватное обращение с аппаратами очень важно. Низкий центр тяжести. Крупные и большие колеса. Вы его спокойно будете перекатывать из кабинета в кабинет, не боясь, что он как-то ненадежно стоит или болтается. Такого, конечно, исключено. Запускается программное обеспечение. Мы увидим надпись M-FACE на дисплее аппарата. Также надпись M-FACE присутствует на вводящем аппликаторе, который у нас фиксируется к аппликаторам для лица. Вот она, надпись M-FACE. На нее нажимаю. И появляется схематично изображенная наша девушка. Как выглядят аппараты? Какие у нее функциональные особенности? Визуально похож на M-Sculpt Original. Высокий, стройный, симпатичный, конечно, и красивый. С большим монитором, с большим дисплеем сенсорным. На нем мы видим схематичное отображение женского лица. Что здесь есть еще? Что на дисплее мы можем увидеть? Давайте начнем снизу. Отображается уровень энергии. И слева мы видим уровень RF воздействия, который выставляется в процентах от 0 до 100. Дальше. Воздействие Hi-FACE выставляется также в процентах от 0 до 100. И время. 20 минут. Это необходимое время для проведения процедуры. Когда мы процедуру запустили, время будет идти в обратном отсчете. И по его окончании аппарат автоматически процедуру останавливает. Дальше мы видим отображение карты. Есть фиксация каждой процедуры. Если мы делаем только один вид аппликаторов, либо лоб, либо щеки, с карты, которая рассчитана на 20 процедур, списывается одна процедура. Если мы делаем Full Face и лоб, и щеки одномоментно, получается, с карты списываются две процедуры. И в комплекте идут две карты. Одна на 20 процедур с большими аппликаторами для зоны щек. И карта на 20 процедур для аппликаторов в области лба. Слева видим вот такие вот ступеньки. Сейчас отображается первая красная ступенька. Эти ступеньки нам показывают, насколько правильно и плотно прикреплен пассивный электрод к телу пациента. И, конечно, в идеале мы должны получить третью ступеньку или третий столбик, он будет голубеньким. То есть в данном случае у нас контакт будет идеальный, и мы адекватно проводим процедуру. Если мы видим средний столбик, он будет оранжевым, процедуру провести можно, но я рекомендую все-таки разгладить его, плотно прижать к телу пациента, чтобы мы получили третий голубой столбик. Дальше лицо пациентки. Оно разделено частями. Мы видим слева-справа серые зоны под аппликаторы. В области лба мы видим также разделенный на левый и правый отсек. Сейчас я подключу аппликаторы, и они загорятся зеленым цветом. Кнопка Play запускает процедуру. Кнопка Stop. Соответственно, ее останавливает. Изначально мы видим, что на дисплее отображается надпись MFS. Я на нее нажимаю, и вот он появился стандартный дисплей. Подключаем аппликаторы. Есть два вида аппликаторов, которые мы работаем. Они идут в упаковке. Обозначено, какой этот вид аппликатора. То есть схематично изображено. Мы работаем с область лба. Это аппликатор для верхней третьей. На задней стороне упаковки мы видим два кружочка срок годности. И они обозначают размер этого аппликатора. Тоже, кстати, очень интересный, продуманный и правильный момент. Зачем это нужно? Потому что бывает невысокий лоб. И стандартный размер аппликатора, который наклеивается на лоб, он будет заходить либо на волосистую часть головы, либо на область бровей. А под аппликатором волос быть не должно. Это, опять же, по технике безопасности и по воздействию именно тока высокой частоты. Поэтому, если у пациента невысокий лоб, мы используем более узкий вид аппликаторов. Вот таким образом выглядит упаковка. Аппликаторы являются одноразовыми. То есть на одного пациента, на одну процедуру. Вот так вот я открываю. Достаю. Таким образом выглядит аппликатор. Аппликатор имеет маркировку. На нем есть надпись M-FACE. И она должна располагаться таким образом, чтобы это было читабельно. То есть вот таким образом наклеить я, конечно, не смогу. На аппликаторе гидрогель, защитная пленка, которую мы снимаем перед тем, как наклеить аппликатор на кожу нашего пациента. Обязательно мы должны обезжирить кожу. И в области щек, и в верхней трети, в области лба. Обезжирили. Сняли защитную пленку и наклеиваем аппликатор, в данном случае, на зону лба. Конструктивная особенность, про которую я рассказывал. Все в аппарате продумано. Вот машина на самом деле очень умная. В центральной части два таких отсека, где подается только РФ-воздействие. Помним, что нам процерус активировать мышцу городецов не нужно. Который является депрессором. Поэтому в центральной части работаем только на синтез коллагена, чтобы уменьшить выраженность морщин. Поработать именно с нормальным слоем. А вот в краевых отделах, в латеральных, мы работаем, опять же, то есть есть два отсека с каждой стороны. Мы работаем и ХФС технологией, и РФ-воздействуем. То есть мы, получается, уплотняем мышечное волокно и запускаем синтез нового коллагена. Все предусмотрено. Край аппликатора он фиксируется к аппарату. Как это происходит? Есть специальные фиксаторы, с помощью которых крепится аппликатор. То есть вот мы наклеили на кожу пациента. Фиксаторы имеют маркировку. В данном случае написано R. И у нас два аппликатора смотрят в правую сторону, краевым концом, и один в левую сторону. И маркировка также имеется на каждом фиксаторе. Наша задача ее приподнять и краевой конец аппликатора зафиксировать и закрепить. Все. В данном случае он надежно крепится, надежно закреплен. И как только мы с вами подсоединили и подсоединили и сделали все правильно, зеленым на дисплее отображается, что аппликатор готов к работе. По дисплею я пройду полный экскурс. Точно так же мы делаем с аппликаторами для щек. Когда закончилась процедура, аналогично мы поднимаем крепление и убираем фиксатор. Следующий вид аппликаторов это аппликатор для щек. Здесь все аналогично. Также покажу. Отображается схематично, что это щеки. На задней поверхности упаковки также срок годности. Также кружочком отмечен это стандартный вид аппликатора. Либо малый. Ну, в данном случае мы видим, что это стандартный. Открываем. И я вам его сейчас продемонстрирую. Все точно так же. Аппликатор является одноразовым на одного пациента на одну процедуру. Этот аппликатор фиксируется на зону щек. Следующим образом. Есть определенная разметка как мы его должны закрепить чтобы активировать именно мышцы леватора. Такая же конструктивная особенность как и с аппликатором для лба присутствует и в этом аппликаторе. Есть определенные отсеки и в краевом конце который подходит к уголку рта вот в данном случае я вам его показываю. Вот он с двух сторон. Подается только РФ воздействие. Это сделано для того чтобы не активировать напрямую модиолус. То есть когда я наклеиваю аппликатор вот таким образом я его положил. Я понимаю что у меня краевой конец подходит уже к модиолусу. Если бы здесь подавалось хайфэс то мы могли бы напрямую уже активировать и депрессора. Мышца опускающего угла рта платизму что нам делать опять же не стоит. Поэтому только РФ воздействие чтобы уменьшить носогубную складку чтобы уменьшить губоподбородочную складку все очень продуманно. А вот дальше четыре блока где подается уже и хайфэс и РФ воздействие. И мы уже адекватно воздействуем на скуловую большую малую и на мышцу смеха. Точно так же краевой конец фиксируется к аппарату. Мы подключили все аппликаторы которые понимаем что должны быть наклеены на лицо пациента. Сейчас я их просто подключил к фиксаторам для того чтобы вам показать что отображается на дисплее. И при подключении аппликаторов мы видим что зоны которые были серым отображаются зеленым. И в каждой зоне мы можем выставить свой уровень энергии и РФ воздействия и хайфэс. То есть в данном случае вот отображают цифры где такая вот получается сфера это РФ воздействие где идет линия волнообразная это хайфэс. И мы выставляем интенсивность под каждую зону. И на самом деле это порой необходимо потому что все мы асимметричны. И даже если взять допустим тело то это четко прослеживается кто правша правая половина более функциональная более сильная то есть там правый бисепс более выраженный и как бы сильнее с областью лица это не так заметно визуально но при подключении аппликаторов и при запускании процедуры мы порой наблюдаем асимметрию и аппарат нам позволяет подобрать тот уровень энергии конкретному пациенту чтобы эту асимметрию выровнять в последующем она будет все меньше и меньше и меньше то есть от процедуры к процедуре это очень функционально влияет на состояние наших мышц поэтому мы можем поимедивально подойти к каждому пациенту уровень энергии отображается если мне необходимо повоздействовать только на какой-то один на какую-то одну зону остальные зоны я отключаю и они будут серым цветом когда запускается процедура в аппарате присутствует еще один элемент это кнопка дискомфорта которую мы даем в руки пациенту если специалист во время проведения процедуры вышел из кабинета а пациенту вдруг стало горячо то он нажимает или какой-то дискомфорт появился он нажимает на эту кнопку и мы останавливаем процедуру но мы ее не сбрасываем как бы полный цикл мы нажали всего лишь на паузу все и прибавление мощности нам снова запускает цикл поэтому процедура не теряется абсолютно когда мы запустили процедуру есть рекомендации по ее проведению мы выставляем уровень рф воздействия ближе к максимальному то есть от 80 до 100 процентов чтобы и дерма дермальный слой быстро прогревался и быстро прогревался мышечный слой чтобы он лучше откликался на хайфэс на стимуляцию поэтому температуру близко к максимальной уровне энергии то есть от 80 до 100 а вот хайфэс который по центру находится мы прибавляем постепенно и шаг у нас идет 2 процента то есть я начинаю прибавлять и скажу в среднем что мы достигаем где-то от 20 до 40 процентов чтобы получить первичные ощущения у пациента причем тоже интересная особенность когда мы получаем эти первичные ощущения у пациента визуально как правило ничего не происходит а пациент уже отмечает что как будто мурашки бегают в области лица как будто легкая вибрация то есть диапазон ощущений конечно он индивидуальный немножко отличается но отмечу что это не просто комфортная процедура большинству она очень приятная то есть здесь комфортное тепло всегда спрашивают по пятибалльной шкале насколько пациент ощущает тепло и стимуляцию именно мышц отмечаю что тепло как правило на 3 на 3 с плюсом по пятибалльной шкале стимуляции мышц если мы ее наращиваем постепенно то есть какая моя задача вот я начинаю прибавлять у пациента появились ощущения мышечного сокращения я даю буквально секунд 10-15 на адаптацию мышцы очень быстро адаптируются к воздействию и снова постепенно начинаю прибавлять вообще в идеале моя задача достигнуть максимума процентовки и получить 100% и в РФ и в ХФС тогда будет максимально качественный результат но так как мы все очень индивидуальные то кто-то дойдет до сотни до 100% в первый сеанс а кто-то может быть и нет и в этом на самом деле критичного ничего нет потому что если я увидел сокращение визуально то эффект уже будет но хочется всегда более выраженный эффект поэтому стремимся к максимуму параметров которые мы можем достичь и вот я начинаю прибавлять процентовку по технологии ХФС я довел условно 40% как правило на этом диапазоне начинаются видимые мышечные сокращения то есть я их уже визуально наблюдаю опять же даю буквально секунд 10-15-20 на адаптацию мышц к воздействию и снова начинаю прибавлять по 2-4 может быть по 6% и тогда когда мы двигаемся плавно то есть если поставить сразу 100% по мышечной стимуляции конечно могут возникнуть какие-то дискомфортные ощущения не нужно этого делать в моем случае мы достигнем необходимых нам результатов но лучше это сделать постепенно и вот я достиг 40% условно опять же скажу что у всех разная будет процентов и постепенно постепенно наращивая доводя до максимума и получая хорошие результаты с показаниями мы определились понимаем что этот аппарат работает с омоложением работает со всеми структурными слоями и с мышцами и с фасциями и со связками и с дермальным слоем и прорабатывает все слои кожи за один сеанс конечно как у любой методики работающей качественно эффективно есть определенные противопоказания и здесь противопоказания есть и к РФ воздействию и к технологии ХИФС полный перечень будет перед вами я обозначу основные конечно мы не проводим процедуру пациенткам беременным и пациенткам кормящим то есть в данном случае это та категория пациентов на которых исследования не проводятся и поэтому нельзя сказать как будет методика влиять именно на данную категорию это пациенты с онкозаболеваниями дальше если у пациента есть кардиостимуляторы либо другие искусственные ритмы то есть в данном случае тоже получается процедуру на них не проводим тяжелая соматическая патология в стадии обострения тоже соответственно исключаются золотые имплантированные нити когда-то очень давно либо недавно просто сейчас как правило золотые нити уже не имплантируют но тем не менее если вдруг они были имплантированы мы собираем анамнез и если они имеются то конечно процедуру не проводим кожные соматические заболевания в виде псориаза системной красной волчанки склеродермия то есть в стадии обострения точно это не наш пациент поэтому таких такую категорию тоже исключаем и чтобы я еще отметил что кожа в области воздействия должна быть без ссадин, царапин, порезов, ожогов либо других повреждений потому что ток высокой частоты воздействуя на такие моменты он может вызывать негативные явления поэтому полный перечень противопоказаний перед вами их конечно написано очень много и нам нужно тщательно и правильно собирать анамнез чтобы исключить все противопоказания аппарат M-FACE будет отлично сочетаться с большинством манипуляций у нас в статистической медицине и конечно на мой взгляд будет более правильно сделать конечно процедуру на аппарате M-FACE потому что как я уже сказал это физиотерапия для лица прорабатывающая все слои кожи но мы понимаем что большинство пациентов как правило у нас уже получали какую-то терапию это может быть ботулинотерапия или контурная пластика филеры на основе гиалуроновой кислоты либо другие наполнители и как правильно встроить M-FACE в курс, в протокол когда к какому пациенту подойдет то есть я уже обозначил что в идеале делаем M-FACE первым этапом но если у пациента допустим была проведена ботулинотерапия то мы оцениваем результат через 2 недели и дальше можно проводить процедуру на аппарате M-FACE вопрос может возникнуть почему ведь здесь есть ток высокой частоты оказывающий термическое воздействие разогревающее плюс мы работаем с мышцами заставляя сокращаться а ботулинический нерв протеин он расслабляет мышцы здесь я буду опираться на статью Себастьяна Катафана это очень известный анатом у нас в эстетической медицине и он набирал группу пациентов которым была проведена процедура ботулинотерапии а затем проводили процедуру на аппарате M-FACE и вот он показал, что нет какого-то негативного взаимодействия между двумя этими методиками и что не уменьшается эффективность от проведения процедуры M-FACE если была проведена контурная пластика если это филеры на основе гидроксиапатита кальция либо гиалуроновой кислоты рекомендуется выждать минимум 2-3 недели может быть месяц с запасом и дальше проводить процедуру на аппарате M-FACE если были аппаратные методики конечно очень важно понимать какие они были и какие параметры были использованы то есть если взять допустим абляционную методику воздействия CO2 лазером или абляционным эрбиевым лазером мы понимаем, что мы можем воздействовать абсолютно разными параметрами то есть это может быть легкий лазерный пилинг где реабилитация по сути занимает сутки и через 2 недели спокойно можно проводить процедуру на аппарате M-FACE а может быть хорошая интенсивная шлифовка на высоких параметрах с целью допустим скорректировать рубцы постактно конечно реабилитация у пациента может быть острая, ярко выраженная до 2 недель а полная реабилитация занимает 3 месяца и конечно в этот интервал мы не можем проводить процедуру на аппарате M-FACE то есть здесь мы подходим очень индивидуально в зависимости от того, что было сделано пациенту и самое главное на каких параметрах и это же будет относиться к очень многим методикам если мы возьмем фракционный игольчатый РФ мы также можем поработать очень деликатно а можем поработать на высоких параметрах с более длительной реабилитацией и нам нужно выждать время чтобы эта реабилитация полноценно завершилась и мы проводим процедуру на аппарате M-FACE делаем процедуру на аппарате M-FACE в идеале потом проводим контурную пластику и ботулинотерапию то есть это наши такие завершающие финальные штрихи которые нам позволяют поработать с мышцами в гипертонусе перевести их в норму тонус убрать складки изолома а если говорить про контурную пластику то мы восполняем дефициты утраченных объемов либо моделируем контуры лица которые нам необходимо сделать значит а также Продолжение следует...